всем привет давно не виделись но то были свои причины я сегодня решил сделать один видосик короче такая темка фара porsche cayenne насколько я понял 2019 года вот это вот с нее стеклышко распаковал за 4 часа сейчас переключу камеру вот так вот получилось углепластик gf30 проблемка фара того шатается высыпал короче вот такую штучку это у нас 1 а это у нас 2 это у нас 2 вот здесь в глубине вот корректор он там если заглянуть поглубже видно кусок отломленный чуть ниже винта серенькая вот собственно говоря но и отломилась вообще первый раз разбираю такую фару и как к ней подойти фаре был вы щелкнуты и вот этот вот шарик 1 я попробовал вчера но как-то я постремался сейчас покажу а там он есть второй шарик вот я уже сдернул очень тут видно видите потихонечку ковыряю грызу вот это вот кулер стоит он серый не знаю получится что то не получится в общем боремся как говорится глаза боятся руки делают и немножко еще сильнее под разобрал и по порядку сначала открутил сверху от эту штуку дальше открутил вот кулер снизу открутил вот эту пластмасску все на звездочках и отделил вот это вот место вот здесь нога вот это вот она торчит сейчас метод фара и отделил ее от отсюда во вот вот сюда она вставлялась то есть постепенно мы разбираем и у нас еще вот оказалась одна штука отломанная он там в глубине сейчас постараюсь и показать он видите отломанный шарик здесь у нас у ножки лапки целые посередине а там вон она отломана то есть две клипсы сломались сейчас я уже выщелкну последний шарик и думаю сниму этот модуль что мы имеем на сегодняшний день смотрим что у нас там там вроде бы у нас только вот это вот хернюшка отломалась вот она и все то есть я так понимаю и и защелкнуть надо но вместе вот с этой штучкой клипса она сжимает этот винт и соответственно ходит вот это вот как то так ну сейчас я буду разбираться вот отломаны усы здесь усов нет у нас здесь есть усатые короче клипсы здесь стационарный шарик здесь у нас регулировка лево-право ну здесь вверх-вниз она получается если нам надо отрегулировать фары по поверху мы крутим только один винт вот этот вот и одним винтом который сверху вот это где корректор фара ходит как бы вверх-вниз но при этом она еще ну вернее она ходит только в этой плоскости если мы будем еще подкручивать параллельно с этим нижний винт то мы сможем фару либо влево сместить либо вправо то есть обычно фарах по диагонали винты регулировочные сделаны то есть один винт вот этот обычно стационарный там или наоборот то есть а здесь сделано так что регулировочные винты по одной стороне а стационарный у нас с этой стороны ну в общем буду смотреть что тут реанимировать можно надо ее сделать потому что человек очень просит ладно буду ремонтировать сегодня целый день льет как из ведра 1 июня с утра было 10 градусов тепла жесть какая-то так под собрал и короче эту фару реанимировал клипсы теперь здесь ничего не шатается все как бы нормально но проблемка этих фар вообще не только в porsche вообще всех full лет фар ну такого вот плана когда линза там диоды все висит на этих клипс очках у меня уже было видео по поводу фьюженовский фар full лет там проблемы то те же самые что и здесь есть слабые места и они в пластике то есть здесь то же самое может случиться еще раз если машина где-нибудь приту лица то есть снизу я закрепил там капитальный саморез и там паять эту клипсу у меня такой клипсы естественно нету саморез герметик распёр эту клипсу то есть она там держит вверх я просто приклеил потому что там вообще никак там ничего не сделаешь там такой вот кусочек он отломанный я его приклеил на эпоксидку потом со второй половинкой с растил короче это все тоже винтиком м3 и обмазал все полиуретаном надеюсь она будет ходить то есть естественная никакой гарантии на такую работу не могу дать что она там при хорошей яме где-то не отвалится это все вопросы к инженерам вот вот сюда обращайтесь в контору если что-то случится проблема почему потому что все вот это вот она очень тяжелая то же самое что и на fusion она весит килограмм полтора там то есть фара опять же нереально тяжелая то есть я вот одной рукой и так вот ну килограмм пять-шесть она точно весит я думаю поэтому вот а пластмасс очка при хорошей яме удар она может отлететь ну осталось короче стекло сюда запаковать герметик бутил я проложил бутил будет хороший амс он получше чем аргавилл аргавилл тоже он у меня есть но он такой более мягкий это только если добавлять если полная перепаковка то нхк койта вот амс она в принципе то же самое герметик вот написано сделано в японии в общем на этом все если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч всем пока скоро будет обзорчик